Здравствуйте, товарищи! Огромное количество раз от вас поступали просьбы поделиться своими соображениями относительно накладного гаражного замка Reef. И вот сегодня мы попробуем разобраться теперь и с этим замком. Причина популярности этого замка кроется в его грозном внешнем виде, весьма неплохих защитных характеристиках, убойной работоспособности при буквально копеечной цене. Но давайте обо всем по порядку. Продолжение следует... Риф это накладной замок, разработанный специально для гаража. Изготавливается он в Челябинске, компании ООО «Ригель» на данный момент. Замок именно гаражный, в первую очередь потому, что не имеет замочной скважины изнутри и управляется ключом только снаружи. Риф выполнен из толстенного листа металла. В природе нет больше ни одного замка с такой толщиной стенки. Помимо этого, ригеля замка имеют просто чудовищный диаметр в 25 мм и проходят при этом насквозь через весь корпус. Безусловно, такие характеристики замка обеспечивают ему отличную сопротивляемость от силовых методов взлома, когда замок пробуют сломать отжимом на двери. Открывание замка разнесено на два цикла. Первый – это разблокировка засова замка. Ключ при этом вставляется в первое положение и крутится по часовой стрелке до упора, до щелчка. После того, как разблокировали засов, его нужно передвинуть. Для того, чтобы это сделать снаружи, ключ необходимо перевернуть во второе положение и крутить также по часовой стрелке. Закрывание замка происходит всё из этого же положения. Полностью задвигаем засов замка и продолжаем крутить до щелчка, преодолевая усилие мощной пружины. После щелчка замок заблокирован. Изнутри засов замка передвигается ручкой-скобой, тогда, когда замок разблокирован. Чтобы закрыться внутри гаража от жены, когда бухаешь с мужиками или показываешь секретарше работу дизельного двигателя, на рифе изнутри есть болт-фиксатор. Закручиваешь его до упора по резьбе и ригель зажимают в корпусе намертво. Кстати, винт имеет свойство самозакручиваться на закрытом замке, так что с ним аккуратнее. В заблокированном положении засов замка изнутри также не перемещается. И в этом случае, если жулик влез внутрь через крышу, нужно либо откручивать замок, либо вылазить обратно таким же образом. Кому-то сейчас может показаться, что открывание и закрывание замка – это сложное занятие, с которым разберётся не каждый. На самом деле, здесь сделать что-то неправильно невозможно. Два-три раза откроете и легко приобретаете привычку. Мы разобрали с вами управление замком с точки зрения пользователя. Теперь давайте попробуем понять строение и работу механизма замка. Изначально я хотел разобрать замок и продемонстрировать его кишки на камеру. Но потом передумал по нескольким причинам. Во-первых, сборка его условно-разборная. Некоторые соединения после разборки будут разрушены. Их придётся колхозить, чем-то заделывать, заменять, ну или просто замок выкинуть. Во-вторых, даже распотрошив замок, чётко продемонстрировать работу механизма не смогу, потому что детали уложены весьма своеобразно. И в-третьих, и на мой взгляд это ключевой, замок РИФ. Подробно разобрал ранее мой коллега Константин. Сделал прекрасные фотографии, которыми я и буду пользоваться для дальнейшей демонстрации замка. Итак, ригеля замка проходят через весь корпус, как было сказано ранее. Под ними можно обнаружить ещё несколько вот таких незамысловатых деталей. Как вы видите, детали изготовлены с характерным для советских станков качеством и допусками. Грубо говоря, вырублены топором. Серийная секретность замка обеспечивается восьмью сувальдами, которые сидят на общей оси. Сувальды качающегося типа, то есть при работе ходят по определенному радиусу. Вроде бы, существует шесть типоразмеров сувальд, то есть шесть сувальд, у которых разное положение кодового окна, относительно базы. Если это действительно так, то серийная секретность замка более полутора миллионов комбинаций, что, на мой взгляд, для замка подобного типа и качества – исполнение. Просто гигантская цифра. Здесь на фотографии мы видим несколько ключевых деталей замка. Первое – это металлическая стопорная пластина, которую мы называем гусак. Гусак стопорит перемещение засова. Под него в засове хорошо видна ниша. А также контактирует с сувальдами. Для того, чтобы гусак не мешал перемещению засова, нам нужно каждую из восьми сувальд выстроить в нужное положение. Такое, когда выстроится общий кодовый паз. Тогда клюв гусака провалится ниже в сувальды и разблокирует засов. Ну а перемещение засова происходит через специальный рычаг из второго положения ключа. В дальнейшем через этот же рычаг гусак и выталкивается из сувальд в нужный момент при повороте. А сувальд, в свою очередь, под действием возвратных пружин, скидывают кодовый паз, блокируя перемещение гусака и засова в месте взятых. Замок Риф – это чисто гаражный замок. Пожалуй, один из самых мощных на рынке. Качество исполнения и изготовления замка находится на примитивно отсталом уровне, характерного для замков 50-60-х годов XX века. Очень важно для гаражного замка открываться и корректно работать в агрессивных уличных средах, когда вокруг мороз и пыль. И нужно подчеркнуть, что Риф продолжает работать в таких условиях, в которых, казалось бы, работать просто невозможно. Связано это с использованием мощных пружин в узлах замка и в огромных допусках между деталями. Но если у вас в поворотине льёт вода, если в гараже из-за погреба большая влажность, замёрзнет и замерзает, в том числе и Риф. По поводу чистого вскрытия. Замок в профессиональной среде вскрывается давно. Подчеркнул, что вскрывается людьми, которые профессионально работают по аварийному вскрытию, когда ключи потеряны, сломаны, ну или в других подобных ситуациях. Но для вскрытия требуется специально подогнанный под конкретный замок инструмент, а также некоторый опыт. В общем-то, как и всегда. По поводу эксплуатации замка. Работа замка своеобразна и жестковата. Ну, имеется в виду именно ключом. Что характерно для замков подобных эпох. Момент фиксации засова гусаком наиболее сложен и требует прикладывания определенной физической силы. Девочка, например, справиться очень тяжело. Даже при условии, что башка ключа специально сделана, как большой рычаг. Работает риф даже на гаражах весьма длительное время. Связано это, опять же, с конскими допусками между деталями, а также благодаря использованию сталей. То есть, достаточно прочного материала везде, где только можно. По поводу установки замка. Гаражные ворота часто делают из 53-го уголка. Плюс толщина наружного листа в 3 мм. А длина стержня ключа риф, если я правильно помню, как раз в 53 мм. Поэтому ключа хватает прям впритык-впритык. Так что перед установкой 7 раз отмерь и посчитай. На мой взгляд, товарищи, риф подходит для гаражей в качестве дополнительного запирающего устройства. Либо в качестве единственного там, где денежный вопрос стоит особо остро. Уповать при этом на него не нужно. И не нужно сходить с ума, закрывать автомобиль внутри гаража за единственным рифом. Обязательно ставьте либо что-то серьезное дополнительное, либо плюсом навешивайте какую-то висячку. И не впадайте в крайности. Установка рифа в какие-то другие места нерациональна. А то некоторые придумывают устанавливать их в качестве блокиратора на самодельные сейфы или даже входные двери. Мои соболезнования к тем, кто реализовал эти бредни. Музыка 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 Музыка